И снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Сегодня мы продолжаем наш тренинг по специальному мануальному массажу и мануальной терапии. И те приемы, которые мы отрабатывали на теле, давайте рассмотрим графическое их отображение, все вот эти мануальные методы, вибрации, декомпрессии, техники массажа, которые мы делаем с зоны ШВЗ, шейно-воротниковая зона. В принципе, сюда включается область лопаток, частично плечи, голова включается, ну и, естественно, сама шея. Начинаем с растирания трапециевидных мышц. Ну, в принципе, мы пока обходили человека, я про это не буду говорить, мы ему уже шею размяли. Растираем трапециевидные мышцы, соответственно, таким образом. Становимся к нему, я почему-то наисовываю, сверху, да, потому что мы находимся с этой стороны. Поэтому от нас тело лежит туда, головой к нам. В удобной позе, пониже такая, пружинистая поза у нас, да, инвертируем ладони друг на друга и быстрыми движениями от центра к периферии разминаем трапеции. Делается это достаточно быстро. Растирание, растирание, растирание трапеции. Это вот сет номер один. Далее мы устанавливаем пальчики вокруг кармиального отростка. Вот я покажу его зеленым цветом. Это вот эта вот часть, где лопатка крепится с ключицей, да, и вокруг нее у нас идут мышцы, которые держат плечо. То есть, мы говорим, они не держат эту руку, чтобы рука не отвалилась. Дельтовидные мышцы. Мы их отжимаем. Вокруг них вот такими движениями, большими пальчиками, да, оттягиваем как бы от костей достаточно мощно. Обходим лопатку, обходим все эти мышцы и возвращаемся в исходное положение. Таким образом, мы как будто бы нарисовали крылья. Такие маленькие крылья ангела. Прием называется «Крылья ангела». Следующий прием. То есть, мы остались здесь, кулачки у нашей натянули ткани на себя, вот эти, да, и вот это вот место, где часто бывает холк у людей, да, мы достаточно грубо его можем проработать. То есть, это и кулаками, и ударная техника, да, и растирание, и растяжение в стороны. Таким образом, мы растираем кулаками в стороны, ну, то есть, после проработки этого места, где надо, да, назовем его холка, да, проработка холки. После этого мы кулаками растягиваем, упираясь в акробиальный отросток, как бы лопатки расширяем, да, и позволяем трапеции еще больше расслабиться, растянуться в стороны кулаками. Возвращаемся обратно, мимо уголков лопатки, проводим вот этими костяшками, и разворачиваем руки опять вот в такую позу, и завершаем все движения у тазовых костей. То есть, вот мы обошли мимо уголка лопатки, и развернули, наши руки, получается, рисуют по четыре вот таких полоски сзади. Таким образом, получается, рисунок напоминает ювейский канделябль минора. Может быть, видели такой, да? Он, как правило, вот из таких подсвечников. Уперлись в тазовые кости, да, и провибрировали их. Первый проход. Напишу ювейский канделябль. Второй проход. Делаем то же самое, но можно там немножко проимпровизировать вдоль позвоночника, да, пройти с кулаками, это пожестче, крутящий такой момент. Упираемся в тазовые кости, и их отдельно провибрировали уже по очереди. Упираемся, естественно, не в мякоть ягодицы, да, а именно вот в кости. То есть наша задача от вот этого места, которое я называю камень преткновения, да, L5S1, декомпрессировать все, что находится ниже, туда подальше. Все, что ниже этой точки, оттягиваем, как вы помните, вниз. Все, что выше, тянем вверх для декомпрессии. И третий проход делаем, то же самое, начало, да, развели руки, уперлись лопатки, расширили, прошли мимо уголка лопатки, дошли до верха, и большой палец у нас, большие пальцы у нас добавляют движения по центру, потому что у миноры должно быть нечетное количество подсвечников. Ну, а лучше там семь делают, да, восемь, девять, ну, восемь не делают, девять, должно быть девять. По количеству сифирот. Девять сифирот у них. Это такие, ну, грубо говоря, чарты, да, которые вписаны в наше тело. То есть тут все осмыслено, вплоть от энергетики, да, до движения и до проекции этих образов на тело человека. Ну, кстати, вы знаете, что вот у Пушкина стихотворения вышли 33 богатыря из моря, да, с ними, как жар горя, дядька Черномор, у которого только единственного была борода. Это что имеется в виду? Это иносказательно имеется в виду, что у нас 33 позвоночника, позвонка, да, в позвоночнике. Они вот вышли, как один, похожий, да, друг на друга. И с ними, дядька Черномор, это череп. Череп, только на черепе есть борода. Это вот иносказательно так и заложено во многих произведениях древности. Вот, соответственно, как мы заканчиваем? Довели, нарисовали четыре с этой стороны, четыре с этой стороны костяшками пальцев, пятый, ой, девятый, посередине пальцами, да, и зажгли подсвечник, как бы вот, зажгли его сверху, вот эти вот огонечки. Пальчиками еще раз отдельно, мелко, дробно провибрировали. Таким образом, пальцем еще затрагиваем подвздошно-крестцовые вот эти сочленения. Здесь тоже вот есть мышцы. Я всегда про них говорил, что вот эти вот мышцы мы дополнительно еще их растаскиваем, растрясаем для дальнейшей мануальной манипуляции. Вообще, про эти мышцы это кто-то говорит, в других школах там прям практически не упоминается. То есть, соответственно, вот они вот тут, мы их дополнительно еще размяли. После этого такое движение у нас, как будто бы мы растянули асимметрично. То есть, диагональная компрессия. Упираясь, соответственно, ну, сверху мы находимся, да. Одной рукой в гребень подвздошной кости, другой рукой в ось лопатки. Вот эти места самые упирающие в теле человека. Ну, его диагонально растягиваем потом в противоположную сторону. То есть, руками вот так растянули. После этого убрали все, стерли рисунок. Ну, мягкими движениями пошли, пошли с по телу, да. И растирающими движениями растерли вдоль позвоночника, растерли уже шею. Уже растерли ее здесь, да. Используя ладони, предплечья наши, да. И установили ракеты вот сюда. Таким образом, что у нас наш объем локтя, да. Он дополнительно, мягко расширяет пространство между ушей и трапецией. И произошел запуск ракет С-500. Запуск ракет. При запуске ракет мы как бы трапецию поднимаем вверх. То есть, наше плечо ведет, предплечья под трапецией, по трапеции. И локотком так подтягиваем ее вверх. Только не делайте сильно, иначе будет больно. Так как бы у нас такое легкое движение. Все-таки это растирание пока. Растерли и руки остались на этом месте. Переходим к сету номер два. В сете номер два мы также инвертируем ладони, но уже по очереди. От шеи с трапецией и с плечом растираем достаточно быстро. Вот такими движениями до плеча доходим. Быстро, быстро, быстро. Ну, три-четыре прохода сделали, да? С одной и с другой стороны. Потом, здесь же мы эту мышцу захватываем между костяшкой указательного пальца и большого пальца. И растягиваем ее друг относительно друга. Сначала вверх-вниз, потом вниз-вверх. В противоположные стороны. Так, это, соответственно, инвертирование и растирание. Трапеции. Растягиваем трапеции. Растянули их поперечно, потом растянули их по очереди вдоль. Каждая трапеция, трапеция справа, слева. Потом одновременно их растянули. Растяжка трапеции. И дальше установили опять палец на сочленение аккарминального отростка с ключевой костью. Там где-то мышцы окрепятся. И приемом куриной лапки Гудвина, когда у нас все пальцы расширяются друг от друга. То есть у нас остается лапа леопарда, но она идет на расширение. Мы оттягиваем мышцы, дельтовидные, в стороны. Получается, таким образом мы рисуем... Вот это каменный отросток, да? Вот рисуем вокруг него вот такие эпалеты. Прием называется эпалеты. Опять у нас руки возвращаются в исходное положение, туда, вот как вот здесь, кулаками. Но мы ведем уже более глубокую проработку именно шеи. Значит, оттягиваем мышцы шеи от... Остистых отростков, в стороны. Делаем это пальчиками до уголка лопатки. Как раз вытягиваем таким образом самую такую вредную мышцу, которая чаще всего у всех бывает зажата. Она вот отсюда идет до уголка лопатки, вот до сюда, да? Мускулус элеватор скапулус. То есть мышца, поднимающая лопатку. Скапулус это лопатка, элеватор подъем. Мускулус это мышца. В переводе с латинского. Так, растянули ее. Размяли шею отдельно. Ну, тут я про эти способы много раз говорил. В общем, всеми любыми способами. За... Состревидные отростки, да? Растянули. Растянули поперечно, да? Вдоль. Обе захвативали мышцы. И слева, и справа. Прогнали еще раз лимфу вверх. Ну, давайте я еще раз напишу. Отсюда, вот сюда. Прогнал лимфы. Таким образом мы подготовили шею и предплечье, да? Плечи к дальнейшим более грубым манипуляциям. Тут уже видно ярко гиперемия, покраснение на теле, да? И шея готова, шея уже такая размякла, она уже стала мягче. И дальше вступают в силу кулаки. Кулаками растянули шею, предплечье, да? Прямо упор делаем в тело человека, в него. Размяли вот так вот, нарезали как колбаску. А давайте я, может, прямо сразу покажу. На скелете. Думаю, будет видно. Дружок. Его у нас зовут Василий Иванович. То есть, вот, мы уперлись именно вот сюда, да? А, руки лежат вверху. Уперлись здесь, вот, растянули эти мышцы трапециевидные, да? Дошли до черепа, нарезали как колбаску вот так вот шею. И руки превратились в шестеренки. Лапа леопарда, шестеренки. Шестеренки рисуют вот такое вот положение. То есть, мы прошли вот так эти все мышцы снизу вверх. Не сверху вниз, а снизу вверх. Тык-дык-дык-дык-дык. Раз-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два. Прошлись до шеи. Несколько проходов туда-обратно. То есть, прием напишу шестеренки. Кулаки и шестеренки. так последний проход шестеренок мы доходим до черепа отклинаешь назад всем корпусом и натягиваем череп на себя ярко будет выражена как вытягивается шея до этот мы делаем декомпрессию то есть вот зовут эти места мы тянем на себя на этом сет 2 закончен мы переходим к свету номер три тут уже работаем с головой но получается что здесь у нас в основном работа идет с лопатками соседей спиной да здесь непосредственно с шеей тут уже с головой и с точками первые точки то есть мы после натяжения на себя сразу расправляем пальчики и они очень удобно ложатся как раз вот на вот эти вот под черепом мышцы где крепится сосевидные отростки до проминаем их медным шапсу по очереди каждым пальчиками до центра обратно и до центра далее находим точку поглубже у кого как прощупывается у всех людей по разному бывает да поглубже где в череп входит позвоночник до проверяли ее как бы надели череп на себя как на крючок да ну на любой тут можно использовать любой палец можно большой палец использовать указательный любой натянули на себя провибрировали провибрировали следующую точку это точки конфуция называется и следующую точку под косточкой здесь вот такая ярко выраженная косточка то есть напишу вибрационной декомпрессии точек и пятая точка конфуция который протянули с декомпрессии на себя переходим на массаж волосистой части головы ну тут любые движения я подруг не буду останавливаться там и поглаживание и растирание и пальчиковый дождь можно включить и дергание завод за усяную часть за волосы и сдавливание кожи и растягивание кожи там приемов очень много тут просто ваша импровизация подробно это не буду останавливаться напишем массаж восьмой части головы третье мы продавили теперь точки у виска вот эти прямо от линии волос сильно мощно с вибрацией назад за ухо всеми четырьмя пальцами прошлись ниже и и получается ушли вот туда убрали лимфу в подключичную зону виски и лимфа далее за ушными раковинами прожимаем точки на черепе массируем уши ну подробнее смотрите как мы это делаем на видео где у нас есть массаж головы цель номер три и проходим точки на ушах я уже не однократно говорил что там проекция всех органов и конечности нашего тела поэтому тут просто обозначим что мы делаем уши раз массируем уши и опять отвели лимфу опять вот туда в подключичную зону здесь спереди мы не жмем здесь делаем аккуратно достаточно нежно уже начинаем все уводить в обратную сторону теперь . вдоль черепа вот продолжается ось черепа да от нее отступаем примерно по сантиметру в каждую сторону и с очередностью через два сантиметра друг на друга продавливаем вот эти точки продавливаем точки которые до этого были на социальных отростках до продавливаем точки по центру души вот этих вот паралитуральных мышц напиши . головы и уходим в декомпрессию шеи опять за счет того что у нас лак нет против большого пальца становится вот такой пружиной мы растягиваем таким образом здесь череп да вот с этой стороны пытаемся растянуть мы не пытаемся так оно и получается даже визуально у некоторых видно что сантиметр на два вытягивается шея уперлись кулаками в вы выступы черепа здесь уперлись трапезидные мышцы и растянули их сторону до плечей далее руки разворачиваем обратную сторону упираемся в плечи растягиваем их и прорабатываем пальцами шею опять оттягиваем в сторону потом включаем массажем движение большими пальцами вращательные и доходим до грудного отдела декомпрессия кулаками напишу шеи тем кому надо отдельно покажу точки это соответственно какие мы дополнительно дальние тети это место крепления мышц по центру из этой мышцы . находящиеся под трапециевидной мышцей вот там вот она спереди практически мы давим на 1 первое ребро поднимаем мышцу и под ней вдавим примерно на ребро вот сюда следующие точки так тут надо нарисовать эту лопатку чтобы вы понимали это получается вот ключица идет вместе соединение с ключицей находится точка потом на уголке лопатки находится точка вот их продавливаем потом точки в месте крепления по центру лопатки примерно где крепится много мышц в общем-то крепится сверху трапециевидная под ними ромбовидная там еще какие-то слои мышцы там какой-то валик продавливаем этот валик продавливаем точки там где круглые мышцы две точки получается у нас и соответственно массаж шеи на этом закончен и дальше мы проходим до ну если мы работали только с шеверной борисковой зоной говорим клиенту все спасибо до свидания поздравляем вас вы получили удовольствие вы получили классный массаж а если мы делали массаж спины тогда мы возвращаемся к массажу спины и заканчиваем массаж спины уже полностью целиком там работа в принципе простая на утихомиривание нашей той зоны это сет номер 4 который здесь мы не изобразили но мы его делали вспоминайте мы прогнали опять давайте покажем значит точки на лопатах и восьмое это финал финишируем мы как значит вот прогнали вдоль паралитабарных мышц вагонетки до шахт для ракет да это кулаком мы идем груженым кулаком с утяжелением вдоль всего позвоночника расшатывая асистые отрустки вагонетка разгрузилась назад идет расслабленная на крестце вилка находится железнодорожная в следующую сторону опять идем груженые освободились и ушли свободные далее подключаем локоть тоже идет с утяжелением он тяжелый сюда идет устанавливаем ракету и ушли назад пустые тяжелый идет вперед декомпрессируем дополнительно поставили ракету и ушли назад пустые потом нам надо заместить все следы преступления то есть мы все опять растерли руками уперлись в тазовой кости и декомпрессировали серьезным таким раздвижением позвонков дополнительно вот диагонали растянули растянули на скручивание вот так вот за ребра и за тазовые кости вот в эту сторону и в эту сторону после этого провибрировали трапеции вот здесь вот поставили электрический провод чтобы туда никто не лазил и всю землю вспахали землили следы наших лесков как будто бы там ничего и не было и далее для подготовки мануальных техник да мы простучали стучим в основном по реберам позвоночным сочинениям это наша основа да спереди по трапеции постучали и после этого похлопывающие упали капли дождя пальчиковый дождик прошелся и заполосилась трава уводим всю энергетику лимфу и прочие переработанные материалы внутри тела человека к низу ну вот на этом можно сказать наше графическое отображение этих техник закончилось то есть обратно там мы все плавными такими линиями уводим в обратную сторону как будто бы трава колосится так знаете всякими вибрациями заканчиваем похлопываниями поступиваниями и встряской встряхиваем эти мышцы опять в обратную сторону ну все уважаемые дамы и господа если вы настолько смотрите то зря вы это делаете на этих рисунках вы ничем-то не поймете потому что вы не были на практике лучше приходите на практику к Олегу Алафу Гудвину на специальный мануальный массаж и мануальную терапию и здесь мы вам поставим руки здесь мы вас научим как это все быстро внедрить в жизнь и вы уйдете в понедельник уже готовым специалистом поэтому не теряйтесь подписывайтесь на наш канал приходите на тренинги до новых встреч дорогие друзья пока пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok